как раз родители все боятся и переживают как же тут ребенок себя будет чувствовать в школе когда он не знает язык и больше мне кажется боятся родители как и я боялась но мы также сидели учили дома я помню что вы по моему быстрее учили испанский чем я мне кажется прямо действительно было много работы я работала да но вы действительно старались и молодцы очень быстро так заговорили на испанском первое что хотелось бы вспомнить именно как для сравнения вот почему мы все-таки переехали почему костер соль например на костер соль не нравилось море она холодная потом одни друзья из германии приехали друг пошел купаться и сразу в ногу словил 2 2 мужских ежей иголки мы сразу бежали спасали то есть коры и все такое потом тоже волна была так что я за викове забегала море то есть и как-то вот он переживала какие-то вещи потом мне не нравилось там как-то немножко скучновато что ли мне было а нам действительно нравится беннидорм всего вот таким вот каким-то много в национальном общении много-много людей вообще я отлично люблю вот это прожив 10 лет в испании там самого практически детства до возраста когда ты работаешь строишь бизнес дела и так далее ты понимаешь что вот тебя спрашивают куда бы ты решил поехать переехать возможно или где-то бы остался бы жить у меня сразу первые это город беннидорм и его округ турист и житель это разные ощущения вообще ну да да вот и в любом случае когда ты уже знаешь язык ты ездишь сам свои путешествия ты выбираешь где ты будешь жить ночевать бывает часто тебе понравится город или ты что-то не досмотрел ты стоишь на один на два на три этом на неделю бывает еще и на я помню жил месяц где-то в мадриде и ты в любом случае начинаешь в принципе даже с первых дней уже куда-то ходить что-то узнавать и понимаешь что а вот это вот допустим мне нравится больше в другом месте это ты в мадриде ездил делают кафе тайм или это еще по другим темам потому что хочу это рассказать что олег у нас в 17 лет уже закрыл свой кафе тайм как в москве он здесь делал 16 лет уже занимался бизнесом 15 он уже перестал помогать и заниматься программ с компьютерами и учить людей работать на компьютере это точно я уже тогда спросил его олег ты пожалуйста учись они зарабатывают деньги этим занимался и в 16 вот кафе тайм сделать нас тоже закрыла потом ты хотел делать мадриде в несколько городах историю бизнесмена молодого повторяет маму свою которая тоже я так начинала очень рано поэтому видимо это в крови и даже в испании вот очень много что может сделать молодой парень которым соли бы сейчас чем 24 года и уже собственно говоря у большого опыта и со мной в бизнесе очень много лет и сколько-то лет продавал недвижимость уже никому же 8 лет да и своя компания ему уже об этом во всем тоже рассказывали на канале ну и в общем то то что очень многие мои покупатели наши покупатели наши с тобой и твои покупатели и мои клиенты которые которым ты продаешь уже квартиры вторичной недвижимости они конечно мне очень говорят много раз спасибо это благодаря за тебя и так мои клиенты говорят тебе спасибо за меня так интересно всегда слушать но это приятно конечно потому что действительно делает что-то хорошее я хочу сейчас рассказать одну прекрасную новость которую мне сообщил сын и раминта том что они ждут маленького и раминта беременная и я хочу еще раз поздравить и хочу сказать спасибо за такую классную новость и хочу обнять и поцеловать это такая прикольная новость мы с тобой не виделись потому что карантин классно что вы меня делаете бабушкой выпьем за вашу прекрасную семью за продолжение рода кстати мне кажется он еще не понял что он скоро станет папа или нет или уже понял уже понял за вас и чтобы все было хорошо и здоровья и малышу и тебе и вам все вместе спасибо за вас я очень рада давайте попробуем прекрасный наш стол и еще раз за испании и за то что мы здесь все вместе и мы все счастливы вот это самое главное вот эти минуты это самое дорогое что есть нашей жизни чтобы наши дети были счастливы была безмерно счастлива и рада что у нас будут устрицы дома я заказала устрицы и они оказались шикарные я очень рада и говорю ему большое огромное просто спасибо они их доставили буквально спустя четыре дня и привезли прекрасное вино и можно заказать и черную икру и много других деликатесов на их сайте мы пробежали по пляжу паниенты видели очень много очень много людей которые занимаются спортом и просто гуляют и мы даже это снимали выставляли в инстаграм фейсбук я конечно делилась потому что получаешь такую энергетику вот такое классное настроение просто вот бодрость и это здорово когда ты можешь выйти в прекрасное место в пенидорм на паниенте и почувствовать вот его и красоту и эту атмосферу и я очень ощутила вот такой прилив энергии прилив бодрости и настроение которым хочется всегда делиться и как всегда я этим делюсь и конечно я здесь живу вот именно из-за этого и действительно это очень нравится я прям могу точно сказать что я люблю пенидорм еще раз много много раз за этот период полтора месяца и я не только оформляла сделки которые уже шли но еще и подписали несколько контрактов на довольно таки внушительную сумму больше трех миллионов вспомни свои ощущения как ты не живешь и помнишь наши ощущения мы сами с алтайского края как многие наши зрители знают о том что мы тоже уехали где у нас есть снег и прохладно и но здесь как ощущение здесь жизнь это мы с вами в прошлом году выезжали на водных мотоциклах вы ездили на подводное плавание вас много воспоминаний на самом деле вас много интересных событий я даже не успевала с вами никуда тоже хотела но никогда работы много так что хоть мои дети наслаждаются эти вещами я всегда им говорю отдохните за меня роминта расскажи пожалуйста как мы ездили кататься на водных мотоциклах и как у вас мы провели время нашей семьей я не знаю что я не знаю что вы готовы в ходе мне кажется в ходе в ходе на в ходе в ходе в ходе в ходе дима у нас вообще-то пловец шикарно ну не профессионал любитель плавать люблю плавать люблю вообще морская вода для меня это настолько прекрасно это просто потрясающе от природы получаешь высокую энергию ну в общем советую всем плавать вот такие у нас съемки это даже наш отдых и действительно это такое вот хотелось бы вам передать такой все light такое все легкое как бы настроение хорошее и и хочется жить и наслаждаться этим моментом и как всегда мы хотим передать вам эти ощущения нужно обязательно приехать обязательно посетить наши края и увидеть на самом деле в живую что у нас лучше всех где либо это точно я об этом много рассказываю наших видео но именно в нашей семье оценили очень много мест и стран и всю испанию и это место действительно завораживает и действительно даже можно сказать держит и не отпускает когда хочется жить наслаждаешься каждым днем и она приносит тебе столько энергии столько радости столько всего интересного позитивного что каждый день как-то насыщен и полон и ты чувствуешь себя счастливым просто чувствуешь не только чувствуешь реально счастливый человек кушаем что века спрашивает устрицы мы едим устрицы я лично не все остальные кто что кто карпаччика кто красную икру то интересно вернее выходе клубнику как вы учитесь вик все онлайн экзамены уже все онлайн экзамены уже поставили с июня по июль будут экзамены даты уже распределены поэтому это также как и было даже немного удобнее потому что обычно я тратила время поехать на метро там доехать до университета а как вообще тебе мадрид как нравится тебе или здесь тебе больше нравилось или нравится ты скучаешь по бенедорм а как тебе учиться сейчас вообще как сложно ты в первый год века учится в одном из лучших университетах мадриде ну и как тебе было поступать вообще про экзамены даже расскажи как вообще ты прошла это это все когда ты подавала в несколько университетов 12 по моему подавал ну в разные ты можешь подавать в каждую провинцию заявку и в разные университеты в каждой провинции понятно что тебе надо выбирать разные курсы но в принципе это не сложно главное не опоздать главное постоянно сидеть за датами то есть когда тебе дадут оценки например в испанских школах тебе дают оценки потом ты уже подаешь а в английских школах тебе как бы ставят оценки которые ты еще не получил и ты с этими оценками идешь и подаешь и например если я подавала в июле и у меня оценки то есть мне пришли оценки в июне то кто-то с английской школы кто давал там экзамены в июне они получают свои реальные оценки в августе поэтому это странный вопрос но решаемый ну когда ты подала как какие ощущения когда ждала ответы ну вообще были было много нервов потому что я боялась опоздать на ну по датам потому что в разных провинциях разные даты где-то могут подать поэтому я не успела подать во все провинции но в принципе куда хотела туда и попала я вообще два года подряд ходила у нас есть такое ну как бы тебя в школе спрашивают если ты хочешь пойти в университет посмотреть там ну в разные ставят тебе разрешение например один час можешь пойти посмотреть что делают например на курсе математики да и теперь рассказывать все про этот курс я ходила на подобное мероприятие два года подряд и на второй год я поняла что меня как бы интересует право и бизнес поэтому вот так вот и решила потихоньку но в принципе мне тоже интересно было то что он как бы двойное образование ну вот я уже просто не могу как смотрят эти устрицы на меня и они уже просто пищат и просятся ко мне в рот международный портал элитной недвижимости и инвестиций люкс инвест представляет крупнейший каталог элитной недвижимости и инвестиций в испании spainluxinvest.com звоните прямо сейчас подписывайтесь на видео канал люкс инвест 2010 и ставьте лайки добрый день уважаемые зрители нашего видеоканала сегодня с вами не только я ваша елена кофейникова директор компании spainlux инвест и президент портала люкс инвест но и моя семья она не вся в сборе но мы сегодня попытаемся связаться еще с моей дочерью а сейчас я вам представлю всех кто с нами сегодня это мои любимые дима из меня мор как говорят в испании добрый день все мой сын олег и его жена роминта бой нас и у нас очень дружная семья вот так мы празднуем и обедаем семейные вот такие вечеринки и семейные обеды мы проводим и просто между собой очень общаемся и дружим и сегодня мы хотели бы вам рассказать обо многих наших интересных историях жизни как мы сюда переехали как росли мои дети что у нас происходит и сейчас и момент карантина и как мы вообще проводим время и какие планы у нас еще дальнейшем и я сейчас задам несколько вопросов моему сыну я конечно привыкла все время общаться дома не в таком режиме как ведущая как обычно но все-таки интересно задать вопросы как я задаю обычно чтобы показать и рассказать о наших тут в общем-то приключениях как мы здесь даже интересно можно сказать чему-то учились как мы проходили этот путь как мы действительно здесь чувствуем себя как дома сынок расскажи пожалуйста как вот тебе ощущение когда мы сюда приехали тебе было тогда 13 лет веке было 9 вы были еще достаточно ну как бы маленький хотя бы были очень уже как взрослые смелые помогали мне очень в этом надо наверное вспомнить как это было самое нужно сложное в любом случае это найти общение с кем общаться с кем дружить чем заниматься первые полгода когда мама нас записала с сестрой в школу испанскую они были наверное самые сложные нужно было каждый день учить язык без него никуда но слава богу в испании очень добрые учителя они тебе всегда подскажут помогут что-то попытаются рассказать больше чем даже другим потому что ты не понимаешь ты с другой страны они очень хорошо относятся к иностранцам дальше в школе всегда принципе в любой школе в испании есть дополнительные занятия для таких вот кто приехал только-только то только-только записался в школу этих детей соединяют в небольшой класс и учат испанскому языку потихонечку с картинками пытаются общаться что-то рассказывать кто-то приносится с собой какие-то свои учебники и пытаются вот так мы учили испанский язык сразу с носителями языка ты помнишь нам дали дополнительно три три раза в неделю дополнительно по часу по моему или даже больше после уроков именно испанский вам преподавали просто отдельно и я даже была очень удивлена потому что это как бесплатные уроки были прям после школы именно для нас ну да как раз и про эти уроки рассказываю они просто у кого-то идут во время обычных уроков бывает после уроков вот но они есть что еще после полугода ты уже начинаешь общаться хоть как-то что-то уже понимаешь что к этому учителю нужно подходить там за одним к другому за другим к директору по другим вопросам также очень часто тем более что сейчас много русскоговорящих которые уже учатся в школе в этих школах и для первой такой помощи тебя ставят познакомят или ставят с этим ребенком он может быть в твоем классе он может быть параллельном классе и он тебе рассказывает как наставник рассказывает где что в школе куда нужно ходить там обедать где они там бегают прыгают где библиотека и так далее так далее вот так что в принципе для детей которые приезжают сейчас сюда как и мы когда-то это не проблема в принципе чуть-чуть храбрости и все будет хорошо вот как раз родители все и боятся переживают как же тот ребенок себя будет чувствовать в школе когда он не знает язык и больше мне кажется боятся родители как и я боялась но мы также сидели учили дома я помню что выполнен быстрее учили испанский чем я мне кажется прямо ради стыдно было много работы я работала да но вы действительно старались и молодцы очень быстро так заговорили на испанском на мне было 13 у меня все же склад ума больше математический любил программирование математику алгебру и с языками у меня были небольшие проблемы но в принципе понятно что ты когда живешь здесь по-любому его выучишь придется выхода мне всегда нравилось как века моя сестра выучила его быстро буквально за полгода если я только-только понимал что-то в чем-то только-только начал разбираться она уже болтала сдавала экзамены какие-то первые и так далее но и было первых и поэтому мне кажется легче ее память у нас есть тобой особенность нам нужно зубрить языки изобреть в принципе многие такие темы как бы именно которые не связаны с математикой как раз вот именно логика у нас больше наверно развита веки памяти очень хорошо даются языки это действительно особенность людей она запоминает а не память очень хороший раз или в принципе даже услышно ну и то что младше то что младше действительно легче потому что мозг не так заполнена как ты занимаешься какими тоже делами старше уже подумаешь обо многих вещах особенно конечно взрослые поэтому уже сколько ты лет но я поняла что ты все без проблем разговариваешь на испанском без проблем но наверно года через три я же два года не так сильно учил а я в это через два ну да у вас быстрее все равно вы в школах но я нет не потому что два года не так сильно учил а я же тогда уже начала бед через полтора года я начала брать уроки по skype в общем-то я не старалась скажем учить потому что я набрала тогда сотрудников которые были 5 как качестве переводчиков и все но на самом деле действительно это такой когда ты занят когда-то бизнес бизнесмена я же еще тогда помнишь ездила все в москву туда-обратно вставляла детей практически с нянями здесь ну вот такая вот была сначала такая тема перемещения но все-таки в итоге за через полтора года просто решила не ездить москву полностью закрыла там офис потому что здесь уже все понравилось и было классно и было весело в общем то здесь и в общем все здорово пошло и смысл какой был ездить москву что-то делать а тем более потом мы уже переехали сюда с косто дель соль вот там когда мы приехали сначала на кусту дель соль было именно желание потом уехать именно появилось желание сюда в бенедорм потому что бенедорм мне понравился после того как мы четыре месяца жили на кусту дель соль и я приехала посмотреть что это такое вообще за место приехал один наш клиент из питера и пригласил нас туда поехать просто посмотреть и когда я съездила я сказала там не очень нравится ему же решили переезжать но так как была школа я год просто не скажем не стала сдергивать скуса школы то есть забирать чтобы не было сложности опять перемещение опять новый коллектив для детей так далее практически из-за этого год прожила прожили мы там организовала так на косто дель соль первое что хотелось бы вспомнить именно именно как для сравнения вот почему мы все-таки переехали почему к столь соль например на косто дель соль не нравилось море она холодная потом одни друзья из германии приехали друг пошел купаться и сразу в ногу словил 2 2 мужских ежей иголки мы сразу бежали спасали этой скорой и все такое потом тоже волна была так что я за викове забегала в море то есть и как-то вот он переживала какие-то вещи потом мне не нравилось там как-то немножко скучновато что ли мне было в том плане что не то что там развлеку мне каких-то надо было но одно и то же вот по марбе и по порта бонусу этому хоть ходила гуляла гуляла ходила но уже это все одно и то же мне уже было просто не интересно ну и шопинг как бы один торговый центр ну да как бы друзья были там за нами друзья приехали познакомили мы с несколькими опять же я такая общительная что у меня конечно много было общение как всегда в работе опять же мы там и подавали и документы на фирмы делаем общем у меня так всегда было много общения вам как вот вам как детям было там интересно скучно или как-то именно что 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 нравилось и что нет честно не помню коса дель соль практически вообще в этом возрасте мне нравилось у меня были какие-то теплые воспоминания поэтому от сарабинты в прошлом году в декабре решили туда съездить посмотреть вспомнить даже найти квартиру где мы дом где мы жили тогда уже сколько лет прошло 9 наверно да когда мы там жили и мы нашлись и да и доехали до этого города до термалина со нашли этого урбанизацию нашли то квартиру практически вот снаружи видом на море у нас симпатичный был у нас был высокий этаж не помню и даже не помню квартиру и не помню какой там был вид я помню что там был бассейн я помню что было много места где можно было кататься на велике и вот кстати чем я там занимался это в школе я нашел себе друга из украины был мальчик и мы с ним начали кататься на велосипедах вот и так я начал знакомиться с испанцами вместе с ним он уже на то время жил наверно пару лет пять шесть наверное и он мне показывал достопримечательности города на велосипеде и по горам не горам так мы проводили время последний приезд когда вот мы посетили малагу порта бонус марбею термали нас в декабре прошлого года 19 года мне не понравилось что мне там не понравилось на коста дель соль а точнее быть порта бонусе в марбеи это когда мы этого приехали начали гулять может быть из-за времени из-за того что это был декабрь во первых нету людей туристов нету все дома какие-то из запачканные не покрашенные не ухоженные страшненькие честно как будто не элитное место клоповник прям обычного города россии что-то в таком духе очень как-то непонятно было почему марбея такая страшная нет супер дорогих каких-то вилл у нас он даже в аликанта или в дыне намного симпатичнее порты чем в марбеи типа круто вот не понравилось обслуживание в ресторанах во первых очень все безумно дорого мы решили поесть аргентинского мяса сошли в аргентинский ресторан прям в порту вроде все престижно красиво ничего не скажешь не докопаешься но обслуживают тебя только какие-то то ли марокканцы то ли арабы и они даже толком испанского не знают знают свой язык французский английский и все то есть и от них но веет но так или иначе все равно ты с ними общаешься они какие-то все грязненькие скажем так то есть тебе с ними не очень приятно какие-то заведения в морокко я помню нашу с тобой историю ты помнишь когда мы там боялись кушать потому что там мухи летали такая антин санитария мы просто вот именно это был что-то это будет как-то раз на уже нам не помнишь чтобы ты был младше мы просто ездили туда как на отдых и сохраняющий визовый режим какая-то была там там же мы дальше там ездили в марракеш это маркеш да и мы просто когда заказывали мы даже кушать не боялись вообще во всех ресторанах а как-то мы зашли макдональдс риф нет пиццерии пиццерию до мой конец там не был я же не помню тоже на именно пиццерию да и мы покушали что вроде как более-менее что-то такое ну приличное а потом было желание мороженое покушать и я тебя спрашиваю будешь мороженое так же да а там стоял вот это вот ну коварек мороженого и там как вот нагребают мороженое накладывают а подошел один марокканец ну как они все там марокканцы но и он уронил тряпку на полу то с этого как бы сладка и тут же ее поднял с пола и тут же засунул руку в эту мороженцу и внутри там начал протирать и ты такой поворачиваешься это видишь такой нет я уже не хочу мороженое может быть настолько историй таких помню конечно интересно потому что я после этого не хотела там морока очень было очень не быть неприятно и как мы ездили там закончу про минусы коста дель соль что принципе о том что мы всегда говорим с тобой это море холодное понятно гибралтар в течение холодного океана и там купаться особо даже летом не получится на можно зайти в море но ты не расслабишься в нем вот обслуживание очень дорогое опять же братья рестораны где ты заходишь во первых просто неприятное обслуживание второе в 3-4 раза дороже где ты можешь спокойно найти в других районах испании такие же рестораны с таким же пафосом но только реально где будет очень красиво вкусно и приятно и даже намного дешевле таких у нас заведений очень много вот это тоже не нравится это даже не то что рестораны это может быть нянечки это может быть уборщицы какой-либо другой сервис там почему-то он дороже только этот из-за пафосного слова марбей и порта бонус и золотая миля золотой миле то есть конечно дорогие виллы но действительно даже мои знакомые приятели рассказывают как они друг от друга расположены очень так далековато ну понятно большие там территории и они за большими заборами и действительно как будто люди просто прячутся всех и они потом сами жалуются что выходят на улице никого нет и кричат к ау люди где вы такое ощущение как будто ты в одинокий на этой планете кому-то может быть это и нужно нам например нет мы больше социальным и больше коммуникабельное мы любим общение и нам действительно нравится бенидорм всего вот таким вот каким-то много в национальном общении много-много людей вообще я лично люблю вот это место хотя и мы же много где были барселона вот чем тебе барселона я могу рассказать в общем обо все испании и скажу наверно так что если мы берем наши первые годы жизни в испании мы еще достаточно были маленькими сестрой и в принципе особо но ничего не понимаешь да просто едешь с мамой и туда куда сказали куда мы поехали туда едем вот но последние годы мы начали путешествовать уже сами да и вика в принципе тоже я тоже можно об этом спросить где лучше нравится и мы также и самим ты и до этого ездили и в севилью и в по из баско это у нас бильбау ли он ездили в каталонию барселону и жирону салоу в принципе многих городах также и валенсии сколько раз мы были сколько раз мы были в мадриде но я очень много раз туда ездил тем более что у нас из аликанте очень просто быстро доехать полтора часа там бывают разные поезда в принципе есть быстрее есть который идет час сорок зависимости от остановок поезда вот где мы еще были в аликанте понятно были были в кадисе мы были еще когда мы в самом начале да 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 и сейчас мы действительно очень много принципе у всех главных городах на 7 или вот недавно тоже прошлом году ездили гранатом игра на дома и заезжали это да морси и ранее ваннуро мы ездили опять же тоже уже не первый раз и вика тоже ездила в принципе очень много где были каких местах везде есть свои истории интересно действительно не на не на час и не на 2 это точно но вот так вот прожив 10 лет в испании там самого практически детства до возраста когда ты работаешь строишь бизнес дела и так далее ты понимаешь что вот тебя спрашивают куда бы ты решил поехать переехать возможно или где-то бы остался бы жить у меня сразу первый это город бенедор и его округ но у тебя были были к попытке даже не попытки разговора о том что я перееду в мадрид или барселона ты задумал за что там более активно для молодых какой-то такой наверное энергетика движение какое-то да мне казалось что барсел можно выбрать большой город это барселона или мадрид из-за того что там вроде как больше бизнеса больше дела больше людей больше знакомств так далее так далее но если мне когда-то опять же из детства нравилось барселона просто опять же приехал из россии это ничего не видел и тут другая новая страна в любом случае ты на отдыхе ездишь в парке еще куда-либо ну понятно что тебе понравится когда-то когда я вот сейчас приехал туда грубо говоря первый раз наверно сам лично на машине года наверное четыре-пять этого поехал и барселона мне разонравилась сразу сразу же очень много китайцев очень много индусов пакистанцев продают наркотики прямо на главной улице рамбла но это как минимум просто странно то есть это просто огромный город туристические там пытаются туристов очень максимум по максимуму заработать когда там гуляешь уже как местный житель ты все равно это видишь и тебе это как минимум просто неприятно просто ты стал по-другому видеть все изнутри когда мы как туристы ездили мы ездили по экскурсионке по музеям по таким местам где туристы а когда тоже знаешь язык и знаешь все как и уже заходишь как бы внутрь этой жизни ты вот начинаешь видеть намного больше как будто вот раньше вообще этого как будто закрыто это было именно когда живешь ты тут уже происходит вообще сразу переход в другое состояние потому что турист и житель это разные ощущения вообще ну да да вот и в любом случае когда ты уже знаешь язык ты ездишь сам свои путешествия ты выбираешь или ты будешь жить ночевать бывает часто тебе понравится город или ты что-то не досмотрел ты стоишь на один на два на три этом на неделю бывает еще и на я помню жил месяц где-то в мадриде и ты в любом случае начинаешь принципе даже с первых дней уже куда-то ходить что-то узнавать и понимаешь что а вот этого допустим мне нравится больше в другом месте это ты в мадриде ездил делают кафе тайм или это еще по другим темам потому что хочу это рассказать что олег у нас в 17 лет уже закрыл свой кафе тайм как в москве он здесь делал 16 лет уже занимался бизнесом 15 он уже перестал помогать и заниматься программ с компьютерами и учить людей работать на компьютере это точно я уже тогда спросил его олег ты пожалуйста учись они зарабатывают деньги этим занимался и в 16 вот кафе тайм сделался нас тоже закрыла потом ты хотел делать мадриде в нескольких городах вот это тоже целая история я не знаю ты на мадриде ездил и по машинам занимался очень много машинами занимался здесь так что историю бизнесмена молодого повторяет маму свою которая тоже я так начинала очень рано поэтому видимо это в крови и даже в испании вот очень много что может сделать молодой парень которым соли бы сейчас чем 24 года и уже собственно говоря у большого опыта и со мной в бизнесе очень много лет и сколько-то лет продавал недвижимость уже я не помню уже 8 лет да и своя компания и мы уже об этом во всем тоже рассказывали на канале ну и в общем то то что очень многие мои покупатели наши покупатели наши с тобой и твои покупатели и мои клиенты которые которым ты продаешь уже квартиры вторичной недвижимости они конечно мне очень говорят много раз спасибо это благодаря за тебя это мои клиенты говорят тебе спасибо за меня интересно всегда слушать но это приятно конечно потому что действительно делает что-то хорошее я хочу еще добавить одну хорошую новость и немножко перейти в другой немножечко так скажем стиль общения потому что вы немножко наверное сами волнуемся на камеру потому что как и все все мы всегда на камере на камеру стесняемся также сниматься и вот как-то так когда вместе собрались и думали вообще снимать или нет рассказывать про нашу семью я думаю что это прикольные истории которые вам захочется узнать и понять почему мы здесь и почему нам здесь нравится и как продолжается наша жизнь мы счастливы здесь я хочу сейчас рассказать одну прекрасную новость которую мне сообщил сын и раминта том что они ждут маленького и раминта беременная и я хочу еще раз поздравить и хочу сказать спасибо за такую классную новость и хочу обнять и поцеловать это такая прикольная новость мы с тобой не виделись потому что карантин классно что вы меня не ходите бабушка вас так что все когда классно мы счастливы и у нас все здорово поздравляете спасибо ним и тебя раминта поздравляю акция только для покупателей при покупке недвижимости вы можете получить золотую визу автомобиль или скидку в подарок рекомендуем лучшее предложение на рынке испанской недвижимости элитный комплекс на первой линии моря с рентабельностью свыше 30 процентов самый крупный каталог элитный недвижимости и инвестиций в испании spainluxinvest.com звоните прямо сейчас плюс 34 618 68 55 51 международный портал элитной недвижимости и инвестиций люксинвест . е у ну что выпьем за вашу прекрасную семью за продолжение рода кофе никого кстати ты забыл мне кажется он еще не понял что он скоро станет папа или нет или уже понял уже понял за вас за вас и чтобы все было хорошо и здоровья и малышу и тебе и вам все вместе очень рада нам надо как-то собраться и с родителями раминты мы очень давно дружим и знакомы и так случилось что вот именно здесь ребята нашли друг друга и выросли действительно с детства и вот так получилось что еще и семья новая создалась и прекрасно это же здорово что здесь вот такое вот продолжение ощущений счастья и гармонии и вообще я вообще за сильно сильно за вас рада очень как всегда говорю просто счастья и и всего-всего хорошего в остальном мы поможем родители все близко все здорово все рядом так что я очень рада и давайте попробуем прекрасный наш стол и еще раз за испании и за то что мы здесь все вместе и мы все счастливы вот это самое главное вот этих минут и это самое дорогое что есть нашей жизни чтобы наши дети были счастливы на этой неделе я сделала заказ в одну компанию которая здесь очень известна это импульс плюс есть такой журнал и они создали такой бизнес онлайн магазин и это магазин прекрасных деликатесов это устрицы это шикарное вино которое мы сейчас пьем и очень здорово что мы все здесь дружим и так общаемся мы между собой местные бизнесмены которые делают какие-то интересные классные вещи и вот как раз я получила сообщение от нашего приятеля давида когда он прислал эти сообщения была безмерно счастлива и рада что у нас будут устрицы дома я заказала устрицы и они оказались шикарные я очень рада и говорю ему большое огромное просто спасибо они их доставили буквально спустя 4 дня и пришли прекрасное вино и можно заказать и черную икру и много других деликатесов на их сайте если вам интересно будет ссылка внизу и обращайтесь я всегда вас познакомлю и покажу где что можно купить с доставкой как и до этого мы буквально за несколько дней получили с доставкой прекрасный набор фруктов это шикарная манго ананасы авокадо мы очень много фруктов овощей и там было просто там было три большие коробки мы прекрасно проводим время в карантине и когда нам привозят такие свежие классные продукты фрукты конечно очень начинаем поправляться в карантине конечно но это здорово что у нас здесь есть все это в испании как всегда мы радуемся и наслаждаемся и сейчас мы это все еще и попробую точнее продолжим наслаждаться этими всеми и дарами моря и дарами испании спасибо испании ребят давайте начнем от вас за наш обед лайтовый обед и будем снимать это все в таком более легком режиме не так как обычно серьезный комментарий серьезный интервью приступайте вот так мы и сидим и наслаждаемся и общаемся и кушаем вкусную еду и дружно проводим время но а для вас мы сегодня хотели начать вот такую серию наших репортажей о том как мы здесь живем и вот сегодня первый день когда разрешили гулять и бегать заниматься спортом и мы этим сразу воспользовались мы пробежали по пляжу паниенты увидели очень много очень много людей которые занимаются спортом и просто гуляют и мы даже это снимали выставляли в инстаграм фейсбук и я конечно делилась потому что получаешь такую энергетику вот такое классное настроение просто вот бодрость и это здорово когда ты можешь выйти в прекрасное место в бенидорм на паниенте и почувствовать вот его и красоту и эту атмосферу и я очень ощутила вот такой прилив энергии прилив бодрости настроение которым хочется всегда делиться и как всегда я этим делюсь и конечно я здесь живу вот именно из-за этого и действительно это очень нравится я прям могу точно сказать что я люблю пенидорм еще раз много-много раз и действительно вот когда еще сидишь карантине и не так часто выезжаешь хотя мы конечно выезжали и делали сделки и не одну за этот период полтора месяца и я не только оформляла сделки которые уже шли но еще и подписали несколько контрактов на довольно таки внушительную сумму больше трех миллионов достаточно хорошо работает моя компания наша команда ну и также мы проводим время с нашей семьей и мы здорово провели сегодня утро классно пробежали набрались энергии посмеялись посмотрели на классное море и действительно когда сидишь карантине и даже с учетом того что мы перемещались двигались но мы в общем то просто работали бегали делали дела но именно когда выходишь вот в эту обстановку уже другим ощущением когда ты можешь просто погулять просто нас насладиться просто ощутить это море этот воздух тени птицы видишь улыбки людей это действительно такой кайф такое состояние вот умиротворение и я не знаю просто бодрости энергии так хочется просто этим поделиться это тут очень чувствуется очень здорово и прям тебя в общем то скажем разрывает от таких эмоций и конечно я очень рада что наконец-то сделали послабление по карантину и мы можем выходить и сегодня вечером мы тоже пойдем прогуляемся с 8 до 11 вечера можно гулять и дальше будет еще больше разрешение гулять группами в парк можно выходить на природу горы о чем мы тоже уже договоримся с нашими друзьями и мы обязательно выйдем туда и обязательно снимем видео и покажем еще больше об этом больше больше интервью о том как мы проживаем в испании что мы делаем и как мы проводим время что мы кушаем как мы общаемся и как мы классно тут живем и я хочу продолжить наш рассказ нашими историями о том где мы еще бывали и что мы здесь делали я знаю что вы ездили на новый год в андору и на лыжи мы ездили в вальдеринарис и просто тоже классно проводили мы настоящее время мы ездили отсюда 3 часа и возвращались просто катались обратно вот вспомни свои ощущения как ты где живешь и и помню наши ощущения мы сами с алтайского края как многие в崩arks или зрители знают о том что мы это же уехали дела у нас есть снег и прохладно и но здесь как ощущения здесь жизни и там когда мы приехали в андору 1 день мы посетили город погуляли по нем съездили покатались на хаски собачках то есть прицеп тележка тележка это очень интересный мужчина который вел этих собак он кричал им что-то на непонятном языке но собаки его четко понимали как будто он разговаривал на их языке это было незабываемо очень классный такой момент момент на следующий день мы самого утра поехали кататься на лыжах и в андоре это конечно безумно здорово ты спускаешься с любой горы в какую-то небольшую скажем деревушку или к ресторану где ты можешь раздеться погреться или просто даже на лыжах подойти попросить горячего вина кофе чай чего-то еще покушать все это вот с собой забрать сесть на лавочку за стол это все покушать это сразу же при том что ты катаешься на то все это покушал выкинул убрал пошел до следующего подъема все поднимаешься и практически везде там видишь с какой горки ты можешь спуститься с какой не можешь если даже не сможет в принципе обратно то же самый есть подъемник до подъем не можете спустить и помнишь вальдеринарисе когда мы катались там ты катался по моему на доске на чем-то на лыжах на лыжах но вот то что я помню действительно очень классное ощущение что там во первых везде есть такие заграждения в австрии не заграждение вообще даже а тут на зеленых даже то есть на самом них низких детских есть заграждение что ты не улетишь и на красных тоже и соответственно я уже не боялась потому что в австрии я чуть не улетела это было такое мое приключение когда вывернула ногу и после этого но я вообще-то перестала хотеть на лыжи мне больше ближе море мы с вами в прошлом году выезжали на водных мотоциклах вы ездили на подводное плавание вас много воспоминаний на самом деле у вас много интересных событий я даже не успевала с вами никуда тоже хотела но никогда работы много так что хоть мои дети наслаждаются эти вещами всегда им говорю отдохните за меня рамин то расскажи пожалуйста как мы ездили кататься на водных мотоциклах и как классно провели время нашей семьей pues hay un puerto deportivo en campo манец muy bonito ahí se reúne normalmente la gente para cada uno tiene su barco salir a embarco hay muchos sitios de buceo puedes coger tu moto de agua puedes probar diferentes clases de marisco de España y que más? y algo más nos gusta y me está dando calor да да рамин то рассказывает о том что у нас есть недалеко от бенедорма порт компоманас которым можно как и взять в аренду так и можно и оставлять свои яхты водные скутеры байки мотоциклы мы привозим туда свой мотоцикл выгружаем его в море и катаемся на своем водном мотоцикле профессор рамин то она действительно профессионал потому что с детства катается на водных мотоциклах и я киров десерина испанила я хочу сказать на испанском потому что действительно я очень люблю водные мотоциклы и очень много мы где не только в этом порту и в другом и в кальпе и в компоманасе я брала водные мотоциклы я это люблю больше всего на самом деле поэтому это наше в общем самое любимое занятие наверное да в море я даже так не плавать не люблю не просто как то так что то делать но это реально больше всего ты тут так устанавливаешь а а в 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 а в в байках также она очень любит в принципе все виды спорта связанные с морем это и нырять и рассказал что есть новые какой-то способ с таблой до табла десурф подобие доски для серфа только она меньше и короче видимо с моторчиком кита новый вид спорта которая нашла и катается на этом нам нужно обязательно видео от вас видео научите только теперь я не знаю как она будет таком состоянии но следующем году значит быть не в этом году как животиком и нельзя уже так опасно поэтому это уже наш это будет новый олег покажет покажешь потому что мы тоже это все отлично дима у нас вообще-то пловец шикарная и рована ну не профессионал любитель плавать люблю плавать люблю вообще морская вода для меня это настолько прекрасно это просто потрясающе от природы получаешь настолько энергия ну в общем советую всем плавать это классный вид спорта плавание это физкультура и в общем не только как физкультура в общем а плавание как говорят получаешь удовольствие ревакс сегодня был прекрасный день просто в проснулись и думаем люди гуляют надо бежать все таки же солнышке сказал суммашка вставай побежали и в общем мы пробежали два километра сегодня путь удовольствия сама хотела пробежать сегодня про я такая да я тоже хочу это конечно мотивирует это это прикольно вдвоем бежишь понимаешь насколько это классно ну и так же люди увидели гуляет все все счастливые довольны и прибежали домой потрясающая энергия вот приехали отдыхаем сейчас вот такие у нас съемки это даже наш отдых и действительно это такое вот хотелось бы вам передать такой все light такое все легкое как бы настроение хорошее и и хочется жить и наслаждаться этим моментом и как всегда мы хотим передать вам эти ощущения и как мы здесь живем нам хочется рассказать наших видео и это даже можно назвать небольшим сериалом о нашей жизни о нашей семье в испании и мы хотим передать те эмоции как здесь классно как здесь здорово поддержите меня расскажите как здесь хорошо здорово расскажем да здесь безумно хорошо я хочу сказать только так это классно это супер да на самом деле есть такое что нужно обязательно приехать обязательно посетить наши края и увидеть на самом деле в живую что у нас лучше всех где либо это точно я об этом много рассказываю наших видео но именно в нашей семье оценили очень много мест и стран и всю испанию и это место действительно завораживает и действительно даже можно сказать держит и не отпускает когда хочется жить наслаждаешься каждым днем и она приносит тебе столько энергии столько радости столько всего интересного позитивного что каждый день как-то насыщен и полон и ты чувствуешь себя счастливым просто чувствуешь не только чувствуешь реальность счастливый человек но я как всегда много говорил отлично что нибудь поднимем бокал и купим хорошо давайте я только за за испанское вино за испанскую жизнь и за вас дорогие наши друзья которые вместе с нами разделяет нашу радость жизни в испании ну что позвоним вики все-таки хочется узнать как она там у нас смотрите скучаем по ней поспрашиваем что там у них происходит в этот момент карантина викуся привет привет мы тут все тебя ждем викусь у тебя такой звук не очень громкий может быть погромче говорить или просто погромче звук на телефоне я не могу я поставила уже слышно нет Привет! 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 Как все? И ты? Очень хорошо, все вместе. Что вы едите? Мы уже едем все. Кавиар и крю. Все кушаем. Кушаем, что Вика спрашивает? Устрицы мы едим, устрицы. Я лично. Все остальные, кто что? Кто карпаччо, кто красную икру, кто клубнику. Ну и так, общаемся. Как ты там? Как в Мадриде? Нормально, в принципе, спокойно. Вообще, с каждым делом все больше и больше идей. И выходит на улицу. Сегодня же разрешили гулять. И мы тоже бегали и гуляли. Мы думали с Давидом пройтись. Правильно. С 8 до 11 можно вечером. Ну да, и целый километр от дома. Ну, дальше километра нельзя отходить. Ага. Вот как. А мы дальше. Мы 8 километров сегодня прошли и даже не знали эту историю. Да. Пробежали туда-обратно мы. Потом немножко даже задержались. После 10 нельзя, а мы немножко задержались. Ну, все равно. Покажи, пожалуйста, улицы Мадрида, как там сейчас. Ну, вот примерно вот так вот. Ну, вообще 25 градусов. Весь день у нас открыты окна и тепло. И, в принципе, раньше было больше людей. Ну, с детьми и так далее. Угу. Ну, в принципе, солнышко уходит, но вам было солнечно? Ну, лично было. Как вы учитесь, Вик? Все онлайн, экзамены уже... Все онлайн, экзамены уже поставили. С июня по июль будут экзамены. Даты уже распределены. Поэтому, в принципе, это так же, как и было. Даже немного удобнее, потому что обычно я тратила время поехать на метро там, доехать до университета. Теперь у меня есть это дополнительное время, которое я могу превратить, приехать домой, делая любые задачи. Понятно. А как ты в магазин ходишь? В магазин? Ну, в последний раз, ну, вообще не только последний раз, но последние два месяца в маске, понятно, но пешком. Вообще у меня маркадон, у меня тут в 10 минутах, поэтому пешком. Как там с продуктами, как там ситуация вообще? Да все одинаково, как и было, так и есть. Только вначале, ну, перед карантином продуктов таких-то, может быть, не было. Но потом через неделю все обратно вернулось в норму. Поэтому продуктов всех хватает. У нас тут прям выходишь и два метра, и фруктовый магазин, поэтому с фруктами тоже проблем нет. В общем, все нормально, все хорошо. А как вообще тебе Мадрид? Как, нравится тебе? Или здесь тебе больше нравилось? Ну... Или нравится? В принципе, красивее в Бенедовье и в Офе, в округе, да? Ну, в Мадриде, конечно, тоже всякие постройки, очень красивые. И, в принципе, такие туристические места есть. И, не знаю, ну, конечно, очень интересно. Тут очень много чего доступно. Например, некоторые продукты, которых там, например, нет в Аликанте, но, по крайней мере, я не находила в Аликанте, тут в Мадриде они есть. И их можно найти. А это какие, например? Ну, например, в магазины, например, веганские какие-нибудь магазины. Я, кстати, один раз на Соль была в таком магазине, и там очень много продуктов, именно без глютена там, без молока. Да. Может быть, у нас тоже есть, ты просто не искала, не знала, это что? Нет, ну, в Карифуре и в Маркадоне больше всего. Так есть? Ну, видишь, не все, там не все все равно продукты. Ну, понятно, но большинство у вас обычных, которые лучше всего используют. А как тебе там, ну, вообще учиться и жить? Разница есть какая-то, вот, вообще, как жить там лучше в Мадриде в плане? Или такие же люди, все то же самое? Ну, как бы, как отношения? Сейчас хлопать буду. А, как раз, покажи нам это. Ну, да. Ну, пока не очень, но сейчас разгоняется, в общем. Классно, интересно, покажи. Это хлопают, как у нас здесь, медикам, да? Да? По всей стане, в восемьдесят вечерах. Да, да. Ну, слышно, слышно, здорово. Да, слышно. В общем, интересно. Слышно. Угу. Вика живет в центре, близко с центром. Угу. 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 Как тебе город в плане отношения к людям и так далее, или как мегаполис, или как тебе больше нравится, здесь или в Бенедорме, в смысле в Мадриде или в Бенедорме? Ну, мне вообще понятно, что мне нравится больше в Мадриде, потому что тут движение, и, конечно, можно передвигаться пешком, это очень удобно. И метро, на метро очень быстро и удобнее ездить тут, чем на машине, поэтому, в принципе, тут, конечно, нравится, в Бенедорме очень красиво, и нужно отдыхать, очень приятно. А ты скучаешь по Бенедорме? Конечно, хочется именно на море, да, это да, ну, в полиции я тоже. Ага. Проверяют, контролируют. Мы сегодня тоже, пока бегали, было много полицейских, проверяют, смотрят, кто ходит, когда. Люди такие же добрые, так же, не знаю, что я заметила, разницу, какую люблю я для того, чтобы больше обсуждать какие-то политические вопросы. Потому что бизнес-город, бизнес, как бы, слои Мадрид? Да. Ну, тебе там комфортно, в общем и целом, как бы, все нормально в плане... Да. Конечно, спокойно. Тут еще динкотека включается с двенадцати до четырех, вроде бы, или с часа до четырех. Утра? Ночи? Нет. Ну, как? А, днем? Днем. Днем, днем. А, да, весело так. На выходные. Угу. Сними, как-нибудь пришли, интересно посмотреть. Окей. А как тебе учиться сейчас? Вообще как, сложно? Ты первый год, Вика, учиться в одном из лучших университетах в Мадриде. Ну, и как тебе было поступать вообще? Про экзамены даже расскажи, как вообще ты прошла это все? Когда ты подавала в несколько университетов, двенадцать, по-моему, подавала. Ну, в разные, ты можешь подавать в каждую провинцию заявку, и в разные университеты в каждой провинции. Понятно, что тебе надо выбирать разные курсы, но, в принципе, это не сложно. Главное не опоздать. Главное постоянно следить за датами. То есть, когда тебе дадут оценки, например, в испанских школах тебе дают оценки, а потом ты уже подаешь. А в английских школах тебе, как бы, ставят оценки, которые ты еще не получил, и ты с этими оценками идешь и подаешь. И, например, если я подавала в июле, и у меня оценки, то есть мне пришли оценки в июне, то кто-то с английской школы, кто давал там экзамены в июне, они получают свои реальные оценки только в августе. Поэтому это странный вопрос, но решаемый. Ну, понятно в итоге, если разбираться. Ну, в принципе, все зависит от твоей оценки. И главное, что надо посмотреть каждый курс, что тебе именно нравится, выбрать и поставить это на первое место. Ну, когда ты подала, какие ощущения, когда ждала ответы? Ну, вообще, было много нервов, потому что я боялась опоздать по датам, потому что в разных провинциях разные даты, где ты можешь подать. Поэтому я не успела подать во все провинции, но, в принципе, куда хотела, туда и попала. То есть, ну да, да. Ты довольна, что ты поступила именно в этот? Ну, вообще, тебе все пришли ответы положительные. Ну, ты выбрала этот университет. Ну как, довольна? Все коллеги, мастеровые посты приезжают. Я не знаю, что это. Все ответы положительные. Ну, да, тебе же все университеты ответили положительно. Ну, ты как бы… Нет, картинации все положительные. То есть, у тебя, ты можешь до 14 баллов набрать. И если у тебя есть там… Ты обычно заходишь в сайт, да, где подаешь эту заявку в правительство, ну, для разных университетов. У тебя обычно там 12 опций. И то есть, если ты, например, на первую поставишь опцию на тот курс или карьеру, на который оценкам там 14, то, ну, понятно, что ты не обязательно ее получишь, потому что твоя оценка… Там, если твоя оценка 10, то ты не сможешь, как бы, пойти в этот университет. Но ты все равно можешь поставить на первое место, например, 14 баллов. А на самое последнее 12 место ты можешь поставить там 5 органов. Угу. Ну, так или иначе ты попадешь в университет. Мне кажется, ты сейчас, конечно, рассказываешь. Мы сейчас вообще все не понимаем это все. Это никто не поймет, как это сложно вообще. Рамин-то знает, да. В интернете, конечно, все можно найти об этом. На испанском языке? Нет, мне кажется, на английском тоже можно. Или на английском. Вика, ты английский и испанский знаешь на отлично, поэтому тебе легко. Не, ну, наверное, я не знаю, я не видела, что на русском можно… Ну, конечно, нет. Ну, я имею в виду, как ощущение у тебя, когда ты получила все ответы? И как ты выбирала вообще, как определялась, куда пойти? Вот я помню, мы долго советовались. Определялась я… Я не знаю, я вообще два года подряд ходила. У нас есть такое… Ну, как бы тебя в школе спрашивают, если ты хочешь пойти в университет, посмотреть там… Ну, в разные… Ставить тебе разрешение, например, один час можешь пойти посмотреть, что делают, например, на курсе математики, да. И тебе рассказывать все про этот курс. Я ходила на подобное мероприятие два года подряд, и на второй год я поняла, что меня как бы интересует право и бизнес, поэтому вот так вот и решила потихоньку. Ну, в принципе, мне тоже интересно было то, что он… как бы двойное образование. Классно, да. Я тоже довольна, что ты это выбрала. Ну, в общем, тебе нравится, но… Я знаю, что тебе там не просто. Да. Экзаменов много, задач много. Да, экзаменов много, и… не знаю, множество предметов они очень интересны, но есть и предметы, которые, конечно, сложнее, но еще сложнее могут быть предметы из-за некоторых учителей. Потому что, ну, например, сейчас на карантине я могу сказать, что пару учителей, ну, одна у нас учительница, например, не пользуется, то есть и делает уроки онлайн. И она просто кидает… ну, ставит на сайт университета какие-то упражнения, которые мы должны сами понимать и делать, и это очень сложно. И, не знаю, мы просто в итоге ищем сами это в интернете, как это решать. И, не знаю, кто-то пожаловался просто сегодня об этом. Ну, понятно, что это неправильно, но еще я понимаю, что есть учителя, которые очень взрослые, которые просто не умеют пользоваться такими приложениями. Сложно. Но я имею в виду вообще вот этот, ну, уже практически скоро год будет, как ты учишься с осени. Как вообще в общем? Ты сейчас втянулась или вообще трудно, или уже пришла какая-то как бы привычка? Я не думаю, что это трудно. В смысле, мне кажется, если ты не учишься, то ты можешь сказать, что это трудно. Но если ты… ну, то есть я не думаю, что это трудно, потому что если ты учишься, то для тебя это не будет трудным, или тебе не будет сложно получить хорошую акценту. То есть тебе просто надо учиться. Вот ничего сложного в этом нету. Ну, понятно, что тут есть также какие-нибудь академии, которые тебя могут подготовить, помочь себе, чтобы сдать предмет. Ну, в принципе, не сложно. Возможно, бывает сложно понять, что, например, не знаю, у меня есть предмет гражданское право, например. Возможно, некоторые примеры, которые приводит учительница, возможно, их иногда сложно понять, но чем больше она этих примеров приводит, тем понятнее это становится. Но, конечно, это так же зависит от учителя, как я сказала. То есть чем больше знаний, как бы и чем больше тебе показывает, объясняет учительница, тем лучше. А как вообще тебе помогла школа, вот, например, та же английская и потом бочиер? Вообще, где тебе было интереснее учиться и что тебе помогло, чтобы поступить в такой хороший университет? Не знаю, не знаю. Все вместе? Английская школа помогла в том, что я знаю английский, и это безумно удобно. И вообще, в принципе, приятно, что ты можешь любой фильм посмотреть на языке, и, в принципе, не знаю, мне это очень нравится. И, в принципе, мне очень нравится английский, поэтому не знаю. Ну, это просто твое, тебе нравится. А испанская школа? Как тебе? Ты же училась и там, и там, и бочиер заканчивала испанский. Вот разница есть в знаниях английской и испанской школы? В плане вообще уровня качества знаний? Английская школа предоставляет выбор. Ты можешь, в зависимости от предметов, которых ты выберешь в последний или перепоследний код английской школы, ты можешь пойти или в английский универ, или пойти в испанский универ. И, ну, испанская школа, понятно, тебе не совсем представляет этот выбор. То есть ты так или иначе... Ну, конечно, ты можешь пойти в приватный универ, и, кажется, там... Ну, так или иначе, в разных универах тебя обычно просят на уровень английского, ну, достаточный, для того, чтобы учиться. Ну, вот так вот, в принципе. Но мне кажется, в английской школе тебе надо подготавливаться самому больше, потому что, ну, как мне рассказывали мои друзья в английской школе, в которой я была, тебе дают... Не знаю, ты должен приходить 6 часов вроде в день, 7 часов в день, да? Или 6 или 7 часов в день быть там, но уроков у тебя, например, может быть 3-4. Поэтому в то время, когда у тебя нет уроков, ты должен идти там и готовиться сам. То есть учиться в это время. Конечно, некоторым это не нравится, потому что, почему не сидеть дома, просто не учиться? А в испанской школе тебе надо сидеть там 6-7 часов, там, во-первых, больше предметов, а во-вторых, у тебя там нет почти свободного времени, в которое ты можешь учиться. То есть, типа, постоянно урок за уроком. Ну, а вообще уровень образования, вот как это для всех родителей очень важно, и для меня в том числе, как говорят, что испанский уровень образования типа ниже, чем английских школ. И причем государственных, испанских. То есть, вот как вот это вообще можно сравнить или нет? Нет, я думаю, нет, потому что в английской школе, ну, как-то, в английской школе тебя могут преподавать больше, ну, не то, что больше по знаниям, а то, что тебе преподают, тебе могут преподавать те предметы, которые тебе никогда не будут преподавать в испанской школе. Например, английскую математику. Например, в английской школе математика может отличаться на испанскую и английскую. И они разные. Как бы, возможно, как бы, если на это смотреть, то может сказать, что математики ты выучишь больше. Но это как-то глобально. Она может мне не пригодиться, да, смотря кому это надо. Ну, конечно. Ну, это тогда удобнее то, что в испанской, я помню, в испанской школе давали выбор предметов, как, например, по направленности. Или ты идешь в математический, ну, то есть там логика, либо ты, мы выбирали с тобой, помню, там и биология, физика, и еще там искусственный, ну, то есть творческий, там же... Да, да. Либо... Обычно, ну, обычно в очереди есть два выбора. Это или наука, ну, хотя нет, три выбора. Это или наука, или латинский и греческий, или экономика и математика. Еще в некоторых школах тебе ты можешь выбрать искусство. Ну, это вот как ориентация на человека, что ему ближе. Я начинаю со школы, в смысле, кварта деса. Четвертая. Четвертая. Ага. И в очереди ты уже по годам учишь именно то, что ты выбрал. Профориентирован. Да. То, что ты выбрал, так же ты ориентирована с тем, что ты будешь делать в университете. Мы еще что-нибудь тогда обсудим в следующем нашем видео. Сейчас уже думаю, что мы с тобой все обсудили, что хотели именно в этом видео показать. Ну, и мы очень скучаем по тебе и все очень ждем, когда мы еще раз созвонимся и увидимся, сделаем еще такие видео. Немножечко осветим эту жизнь и для интересов наших покупателей и людей, которые хотят сюда приехать с детьми. Да? Мы тебя любим и очень скучаем. Я тебя люблю, доченька. Пока-пока. А я тебе позвоню чуть позже, мы с тобой поболтаем, как обычно. Пока-пока. Пока-пока. Целую, доченька. Я тебя тоже наберу. Пока. Спасибо большое. Пока-пока. Ну что, вот, ребят, на этом мы сегодня и заканчиваем наш такой репортаж. Милый, добрый, семейный. Ну, вот, наверное, не такой, как обычно мы делаем с интервью нашими покупателями или с такими деловыми репортажами, которые я выдаю в эфир, как новости. Ну, вот, я уже просто не могу, как смотрят эти устрицы на меня, и они уже просто пищат и бросятся ко мне в рот. И мы, в принципе, хотели сегодня немножечко сделать такой экскурс. И спросить ваши вопросы и комментарии. Может быть, вы сами зададите нам вопросы и темы для того, чтобы мы вам ответили на эти вопросы и ваши пожелания, что вы хотите услышать от нас и о чем осветить еще больше. Я очень рада, что вы смотрите наш видеоканал. Я буду еще рада помочь разобраться во всех вопросах в Испании. Ваша Елена Кофейникова, эксперт по недвижимости и инвестициям в Испании, из Испании. Вам всем привет и добро пожаловать. Как только откроют границы, мы вас очень будем рады видеть и ждем вас. И до новых встреч на нашем видеоканале. Ставьте лайк, как обычно. И за вас, друзья, за ваше здоровье. Добро пожаловать в Испанию. К нам, нашу компанию «Спейн Люкс Инвест» и «Коста Бланка Групп». Салют. 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 Международный портал элитной недвижимости и инвестиций «Люкс Инвест» представляет. Крупнейший каталог элитной недвижимости и инвестиций в Испании. Спейн Люкс Инвест точка ком. Звоните прямо сейчас. Подписывайтесь на видеоканал «Люкс Инвест 2010» и ставьте лайки. «Люкс Инвест 2010» и «Люкс Инвест 2010» и ставьте лайки. «Люкс Инвест 2010» и «Люкс Инвест 2010» и ставьте лайки.